Первый лектор наш, первый человек, который согласился сегодня записать для нас лекцию, вернее, не сегодня, а некоторое время назад, это удивительный абсолютно человек, это академик Академии наук России, директор Института эндокринологии Нарковского эндокринологического центра, профессор Галина Афанасьевна Минниченко. Человек, время которого расписано на годы вперед, и который вряд ли когда-либо согласен прийти почитать лекцию на каком-то курсе повышения квалификации, одобрила нашу мысль, как-то горячо загорелась и нашла время для нас для того, чтобы вечером после работы в своем собственном кабинете записать небольшую видеолекцию по проблеме, которая очень легко решается против участия этого вмешательства, и которая, к сожалению, в нашей стране не занимает должного внимания такого, какого бы могла. Коллеги, сейчас мы узнаем с вами, как можем повлиять на здоровье своего города, своей страны, своего будущего путем абсолютно простейшего вмешательства. И что будет, если мы с вами этого вмешательства не сделаем. Галина Афанасьевна Минниченко расскажет нам о проблеме Йоды Депутатной Федерации. Трудно найти в нашей стране человека, который не знал бы о необходимости Йода для здоровья людей. Но очень часто это знание сопровождается целой серией каких-то мифических представлений, неправильных представлений. И что еще хуже влечет за собой какие-то не вполне рациональные действия. Медицинская сестра является человеком, который ближе всего к населению, ближе всего к пациенту. И является зачастую непререкаемым авторитетом во всем, что касается вопросов здоровья и особенно профилактики заболеваний. Именно поэтому нам кажется таким важным рассказать о том, что же реально представляет собой дефицит Йода. Почему так важно знать об этом и, что еще важнее, почему так важно исправлять эту ситуацию. В медицине принят термин Йод-дефицитные заболевания. Этим термином обозначают все развивающиеся в популяции заболевания и патологические состояния, которые могли бы быть предотвращены при нормальном потреблении Йода. Самое главное для нас, что дефицит Йода является единственной и одновременно наиболее распространенной причиной повреждений головного мозга и нарушений психического развития, которых можно было бы избежать. Когда мы перечисляем все заболевания, связанные с дефицитом Йода, мы вспоминаем о такой таблице. Дефицит Йода отрицательно сказывается на плоде. Если в регионе существует дефицит Йода, возникают чаще аборты и мертворождение, возникают врожденные нарушения развития. Повышается так называемая перинатальная смертность, то есть смертность детей, связанная с родами. И в дальнейшем может грозить человеку, живущему в регионе грубого Йодного дефицита, клетинизм. У новорожденных в раннем детстве можно выявить золб, уши, и можно выявить явные и субклинические гипотерозы. В детском и подростковом периоде мы говорим о золбе, в регионах с грубым Йодным дефицитом, о ювенильном гипотерозе. И отмечаем нарушения умственного и физического развития, в том числе ведущие к так называемым девиантным формам поведения. Когда подросток плохо адаптирует к социальной среде, именно потому что он окончается по интеллекту. У взрослых возникает золбе его осложнение, сохраняется умственное нарушение, реже наступает беременность у женщин. И что самое удивительное, именно в условиях дефицита йода, получением избыточного количества йода, а наше население, как вы знаете, обожает йодные сетки, обожает самолечение, обожает капать йод в различные жидкости, можно получить прямо противоположное состояние, тиротоксикоз. Узлы, сформировавшиеся в щитовидной железе, за время дефицита йода, из-за избытка ростовых факторов, которые приводят к увеличению железы, йода не хватает, железа увеличивается, могут в дальнейшем стать функционально автономными и даже привести к тиротоксикозу. В любом возрасте в регионе йодного дефицита ниже так называемые когнитивные функции, то есть способности к размышлению, осмыслению полученных данных, памяти. И, к сожалению, именно наша страна дополнила эту таблицу, спектр йодных заболеваний, связанных с йодным дефицитом, после Чернобыльской аварии. Вначале долго не верили исследователи, ведь аварии были раньше в других странах, была Хиросима, были аварии в Соединенных Штатах. Почему так быстро появились раки щитовидной железы у детей Белоруссии и России? Выяснилось, что в этом виноват йодный дефицит. Именно из-за нехватки йода щитовидные железы детей так активно захватывали радиоактивный йод, что привело к увеличению дозы радиоактивного излучения на единицу объема железы и формированию рака. И вот эта вот грустная строчка в нашей спектре йододефицитных заболеваний, повышение рака щитовидной железы при ядерных катастрофах, тоже связана с нехваткой йода. Таким образом, мы говорим уже не просто о профилактике заболеваний, но по сути о безопасности страны. Нам особенно важно знать, вот здесь вот приведенные данные наших испанских коллег, что в регионе йодного дефицита в среднем дети имеют более низкий интеллектуальный коэффициент. Это вот понятие интеллектуальный коэффициент введено для оценки способностей ребенка к счету, к различным видам устной деятельности. И если целое поколение имеют интеллектуальный коэффициент сниженный, и воспитывают детей, и живут в этих условиях сниженного интеллектуального коэффициента, то, к сожалению, это ведет к большим потерям народов, потому что и экономическое развитие страны нарушается, и увеличивается количество детей и подростков, ведущих, в общем, асоциальный образ жизни. Если мы будем говорить о том, какие же нарушения типичны для детей, проживающих в регионе тяжелого йодного дефицита, то это снижение памяти, глазодвигательные нарушения, сниженный интеллект, и даже в наиболее грубой форме клетинизм. Клетинизм развивается только в регионах с тяжелым йодным дефицитом, но снижение памяти, концептуального числового мышления характерно даже для регионов легкого йодного дефицита. К сожалению, вся Россия является страной с легким йодным дефицитом. В какой же период нашей жизни йодный дефицит может больше всего поразить головной мозг? Речь идет о совершенно уникальном явлении, и медицинской сестре, имеющей дело с беременными, это особенно важно знать. Дело в том, что ни одно животное мира во время беременности не должно настолько увеличить продукцию своих гормонов, как женщина. И у ребенка нет своей щитовидной железы где-то до 16 недели. А потребность в гормонах щитовидной железы возникает с первых дней существования, внутриутробного. Поэтому маме нужен дополнительный йод, чтобы построить гормон щитовидной железы, который будет усвоен, в том числе и нервной системой ребенка. Дефицит йода является одной из причин, по которым мозговые нарушения встречаются примерно у 315 тысяч новорожденных в России ежегодно. Это колоссальная цифра, и это то, что могло быть предотвращено, то, что называется мягко, минимальной интеллектуальной недостаточностью и минимальной мозговой дисфункцией. В сущности, это расплата за то, что не проводится правильная, адекватная профилактика йодного дефицита. Вот это вот картинки, иллюстрирующие кретинизм. Это так было давным-давно, и в настоящее время, конечно, такие изображения никто не должен видеть. Это картинки, полученные из Праги. Книжка для практических врачей. Зоб у кретинов. А вот следующее изображение. Когда мы говорим о роли йодного дефицита, мы должны говорить не только о, собственно, кретинизме, но и об увеличении щитовидной железы как таковом. Вот это Швейцария типичнейший регион йодного дефицита. У этого достаточно известного человека с сохранённым интеллектом громадный зоб, замаскированный воротничком рубашки, уже давно вышедший из моды, но он продолжает носить именно эту рубашку. Почему? Потому что в Швейцарии уже к середине XIX века была чёткая ассоциация между понятиями «Зоб и кретинизм». И человек боялся, что люди узнают, что у него зоб, и как бы будут более скептически относиться ко всем его высказываниям, к его поступкам. У кого же больше всего риск появления йододефицитных заболеваний? В первую очередь, это беременные, кормящие и дети. И на сегодняшний день в России, мы ещё будем об этом говорить, где, к сожалению, не принят закон об обязательном йодировании соли, тем самым немому поставки йода населению, к сожалению, особенно в Голупериско входят беременные, кормящие дети. У них повышена потребность йоди вследствие физиологических причин. Очень многие исторические события очень просто объяснять с позиции йодного дефицита. Вот одна из самых таких трагических фигур английской истории, Анна Болея. У неё был узловой зор, и бедняжка Анна за несколько лет своей супружеской жизни с королём Генрифимом, по-моему, за три, была беременна шесть раз. То есть женщина заведомо имела нехватку йода, у неё уже сформировался узор. И только первый её ребёнок, будущая королёва Елизавета, сформировались полностью нормальными в интеллектуальном и физическом отношении. Во все остальные случаи были мертворождение, выкидыши. В сущности, эта история иллюстрирует роль йодного дефицита в неблагоприятных исходах беременности. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1994 год риск недостаточного потребления йода присутствует у полутора миллиардов людей. И, собственно, 1994-1995 год стал пограничным для Всемирной организации здравоохранения. Была принята концепция принятия всеобщего закона о йодировании соли во всех странах, где есть йодный дефицит. И казалось, что это очень просто принять такой закон, внедрить его и, как выразилось тогдашний генеральный директор ВОЗ Гро Харлион Брукланд, ликвидация дефицита йода станет таким же треумфом здравоохранения, как ликвидация натуральной оспы или полиомиелитра. Подводим итоги 2011 года, такого недавнего. Количество стран с некомпенсированным дефицитом йода сохранилось вдвое. Только в 54 странах эта проблема сохранилась, актуальна, но не потому, что закон не принят, а потому, что во многих странах закон уже принят, но еще полностью не вступил в действие. В нашей стране, повторю еще раз, закон по-прежнему не принят, и мы относимся к числу 13 стран в мире, в которых наше население постоянно находится под угрозой йодного дефицита. Вот это картинки, которые изображают разные формы эндемического зуба. Более полутора миллионов взрослых и почти 700 тысяч детей нуждаются в специализированной технологической помощи по поводу заболеваний щитовидной железы. И в структуре этих заболеваний йод-дефицитные заболевания составляют, соответственно, на 65 и 95 процентов. Колоссальная нагрузка на практическое здравоохранение из-за отсутствия необходимых профилактических мер. Я уже говорила, что йод жизненно необходим для развития плода. И что щитовидная железа начинает работать только в 16-й неделе. Закладка происходит на 4-й, 5-й неделе. И этот слайд нам нужен как памятка о крошечном, нашем крошечном будущем ребёнке, который нуждается в маминой гормоне. Что видно же здесь? А вот подростки 2000 года, дети. В нашей стране только в республике Тыва тяжёлый йодный дефицит. И вот это изображение детей, имеющих эндемический кретинизм на момент до 2000 года. Сейчас вот этот тяжёлый йодный дефицит в Туве уже ликвидировал, и будем надеяться, что такие картинки мы не увидим никогда. Но неужели наша история не имеет никаких периодов удачных профилактики йодного дефицита? Самое поразительное, что наша страна была одной из первых, в которой была принята швейцарская модель ликвидации йодного дефицита. А швейцарская модель была предложена в самом начале 20 века. Швейцария была одной из первых стран, которые ввели всеобщее йодирование соли как основную профилактику йодного дефицита, немую профилактику. Люди не задумывались о том, что та соль, которую они получают, не только улучшает качество пищи, но и обеспечивает их здоровье за счёт дополнения йода. В 30-е годы Советский Союз, как одна из первых стран в мире, начала профилактику йодирования соли. В 1956 году был приказ министра здравоохранения об улучшении работы по борьбе с эндемическим зобом. Была создана сеть противозобных диспансеров, функционируют противозобные комитеты и комиссии. Надо сказать, что к этому времени основными очагами зобной эндемии были присоединённые районы Западной Украины, ну и, разумеется, оставались приводные очаги где-то в горных регионах. В основном же, начиная с 30-го года, начисление потребляло йодированную соль. Понятно, что война во многом изменила ситуацию, но, тем не менее, к 80-м годам практически зобная болезнь была ликвидирована. Между 1956 и 1980 годом, за период 24 года, зобная болезнь была практически ликвидирована. Был создан приказ о припрофилировании противозобных диспансеров эндокринологических и все работы по профилактике йодной эндемии были прекращены. Где-то сохранялась йодированная соль в регионах, где-то нет, но этому уделялось очень маленькое, небольшое внимание. Самое любопытное, что именно в это время в Европе начали всерьёз изучать регионы с лёгким йодным дефицитом. И на смену прежней категории оценки йодного дефицита по количеству зобов, по соотношению мужчин и женщин с зобами, всё это осталось в давних и старых учебниках. Пришли новые критерии. Так называемая медиана йодурии, то есть оценка выделения йода с мочой у обследованной специальной группы населения случайной выборки, оценка количества детей с зобом и оценка количества териотропного гормона, количества детей с териотропным гормоном более пяти при рождении. Вся эта система в Европе позволила показать, что даже лёгкий йодный дефицит уже оказывает негативное влияние на здоровье. А у нас в стране наступили 90-е годы распад нашей страны и производство йодированной соли оказалось за пределами России. В 1991 году были начаты вновь работы по оценке йодного дефицита уже с современных позиций, по современным европейским критериям. И выяснилось, что практически на всей территории Российской Федерации существуют йодные дефициты. А к этому времени стали осознавать и уроки Чернобыля и поняли значение, о котором я уже говорила, йодного дефицита в том числе и как негативного влияния на ситуацию с возможными ядерными катастрофами. То есть, если бы Чернобыль произошел в регионе с достаточно йодным обеспеченным, как был недавний атомный взрыв в Японии, количество раков щитолидной железы у детей было бы втрое, в четверо, меньше. С 99-го года появляется первое постановление. Постановление правительства о борьбе с йодным дефицитом, ряд постановлений санитарного врача. Появляются продукты, приготовленные на едированной соли в школе и в детских садах. Начинается так называемый период региональных подходов. То есть, как каждый ребенок принимает свою программу ликвидации йод-дефицитных заболеваний, а в Думу вносится несколько вариантов законопроекта о всеобщем гидировании соли как профилактике йодного дефицита. Вот один из основополагающих документов постановления правительства Российской Федерации о мерах профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода. Принять меры по насыщению рынка продовольственных товаров поваренной пищевой гидированной соли. То есть такая соль есть, она есть на прилавках. И вот здесь самое главное. Теоретически мы медицинские работники должны объяснить каждой домохозяйке, что готовить надо на йодированной соли. Кто-то нас услышит, кто-то нет, кто-то поймет, кто-то нет. Это так называемая модель добровольного йодирования соли. Все дальнейшее наблюдение показало, что эта модель не жизнеспособна. Почему? Давайте посмотрим. Вот нормы суточного потребления йода и реакция населения на все наши лекции и рассказы. Обычно первыми начинают возражать люди с артериальной гипертонией. Они говорят, как так? Вы нам советуете есть соль, но это же яд, при гипертонии мы должны употреблять ее как можно меньше. С точки зрения соли как источника йода никакого противоречия между тем, что соль потребляется и есть гипертония и соль несет в себе йод. Нет. Дело в том, что потребность в старшей возрастной группе примерно 100 микрограмм такая же, как и у молодец. И поэтому в старшей возрастной группе уменьшение потребления соли в целом не влечет за собой уменьшение существенного для человека потребления ядированной соли, поскольку и потребность значительно ниже. Иногда говорят так, как вы собираетесь младенцев кормить солью? Никогда, конечно. Но речь идет о том, что младенцы должны получать грудное молоко. Но если мама готовит на ядированной соли вместо обычной, в том же количестве она обеспечивает ребенка достаточным количеством йода. Потребность беременных несколько больше. И во время беременности в регионах йодного дефицита рекомендуют не только готовить на ядированной соли, но и дополнительно получать йоди. Но человеку очень трудно думать о том, сколько же он получает йода, как его получать, что есть. он может совершать какие-то очень странные поступки в поисках этого йода. Мы обследовали целые регионы. Фактическое потребление йода у жителей России 40-80 микрограмм, при необходимом 150-200. Эту проблему сегодня мы решаем на индивидуальном уровне. Вот те постановления санитарного врача, в которых были те или иные локальные акты о мерах по профилактике дефицита микронутриентов. А вот реальная ситуация. Вот здесь вся наша громадная страна. Громадное количество обследованных людей 67 тысяч человек. И практически во всех регионах по настоящее время, несмотря на введение модели добровольного грандирования, сохраняется йодный дефицит. Что же будет признаком ликвидации этого йодного дефицита? Прежде всего более 90 семей должны иметь на своем столе йодированную соль. ЗОПа должно быть меньше 5% у школьников. Детские щитовидные железы быстрее всего реагируют на нехватку йода и быстрее всего увеличиваются. И содержание йода в моче должно быть порядка 100-300 микрограмм. Вы видите на этом слайде количество детей с пандемическим зубом. Конечно их стало меньше в 2000-2006 году в среднем. чем до 90-х годов. Но как видите эти все цифры далеко не идеальны и та ожидаемая цифра в 5% так и не достигнута. Вот это мировые данные. Нормальная обеспеченность йодом отмечена зеленым цветом, желтым цветом легкий йодный дефицит, тяжелый йодный дефицит коричневым. Как видите в мире уже почти не осталось стран имеющих тяжелый йодный дефицит, но все еще остаются страны имеющие легкий йодный дефицит. Если мы возьмем различные регионы, то мы увидим, что например Москва уже преодолела эту планку и количество детей, имеющих зобы в Москве, в Краснодарском крае, в Удмурдии, в Пенской области значительно снизились, но остаются еще регионы, в которых 38-32% детей продолжают иметь зобы. Для того, чтобы в условиях вот такого добровольного йодирования соли решить проблему нехватки микронатуриентов, в 2007 году было принято решение о том, что беременные женщины получают йодид калия дополнительно в период беременности. Медсестры лучше врачей знают, к ним пациенты придут скорее поделиться своими проблемами. О том, что женщина получает таблетку беременную и начнет волноваться, хорошая ли эта таблетка, нужна ли она, нет. Более того, женщины нередко получают поливитамины с йода, вот как их совместить с этими таблетками. Все это создает тоже очень большое количество людей, которым нужно объяснять, почему этот йод дается. О том, что потребность примерно составляет 250-300 микрограмм во время беременности. 200-300. О том, что если женщина получает поливитамины с йодом, и в этих поливитаминах йод достаточно, то уже отдельно таблетки с йодом не нужны. Но если почему-либо она не получает поливитамины, тогда нужны таблетки с йодом. Словом, нужна большая просветительская работа. Вот это вот значение IQ, специально обследованное количество детей в различных регионах нашей страны. Как видите, регионов, в которых средний IQ был бы в рамках 100 и более практически нет. Очень многие регионы имеют колебания IQ ниже, ниже, даже вот 95. Разумеется, IQ не связан, как бы не обосредуется только самим фактом дефицита йода. И более того, нет всегда прямой параллели между количеством забов, количеством IQ. Вот это вот у нас данные старые, данные конца 90-х годов. Вот видите, здесь Краснодарский край имел еще большое количество детей с низким IQ. А на более новых данных мы уже видим, что в Краснодарском крае уже снижается количество забов. Это будет сопровождаться ростом IQ, но не так быстро, возможно. По сегодняшним данным, последним, на всей территории Российской Федерации сохраняется йодный дефицит легкой и средней тяжести. Не более 30% населения употребляют дома йодированную соль. Нестишки могут получать ее в школе, но невозможно вернуться в тот период жизни, когда ребенок был внутриутробный и внутриутробно был лишен достаточного количества йода и гормонов. Отсюда это необратимое изменение. И отсюда так важно, чтобы не только дети в школе получали продукты, приготовленные на йоде, но и продукты, приготовленные на йодированной соли, были бы и в семье. Йодированная соль практически не используется в пищевой промышленности. А если вся пища состоит из бутербродов и булочек, то тогда, следовательно, очень мало шансов получить пищу, приготовленную на йодированной соли. Из всех стран бывшего СССР только Россия и Украина не имеют законодательного регулирования вот этого немого обеспечения йода. Он выразил нашей стране свою озабоченность по поводу того, что недостаточность йода в России продолжает существовать и призвала активизировать профилактические меры по принятию закона. Почему же так трудно складывается судьба закона? Может быть, мы недостаточно энергично вносим его? Почему, думаю, его отвергают? С позиций юридических принятие закона о всеобщем йодировании соли как бы нарушает права потребителя, мешает ему получать неядированную соль, если он этого хочет. Как решить это? На самом деле это очень просто. Неядированная соль может существовать в продаже. Подавляющее большинство соли йодированной, если почему-либо человек хочет неядированную соль, он может купить ее в аптеке. По такой модели пошла, например, Румыния. За год ни одного пакетика неядированной соли в стране не было куплено. И вот уже много лет спокойно все покупают ядированную соль, и никаких проблем нет. Отсутствие закона заставляет именно нас, медицинских работников, постараться вникнуть в эту проблему, и делать все возможное для того, чтобы мы обеспечили наше население достаточным количеством йода. По сути, на всю жизнь людям нужна одна чайная ложка на всю жизнь. Это вот то количество, которое будет получать человек, используя йодированную соль. Правда, возникает соблазн принять чайную ложку сразу, увы, к сожалению, ничего, кроме беды, это не принесет. И все, очень важно понимать, что микрограммовое количество соли, о которых мы говорим в профилактике, и миллиграммовое, и громовое, которое содержится в лекарственных препаратах, в микстурах, в настойках, это совершенно разные вещи. Простое решение сложной проблемы – йодированная соль. Очень часто спрашивают, а почему именно йодированная соль? Ведь кто-то солит больше, кто-то меньше, в рамках микрограммовых измерений это практически одинаковое соление. Потому что будет ли человек потреблять 4 грамма соли в день или 10, это не вызовет колоссальных колебаний в потреблении едидов. Технология едирования соли проста и доступна по цене. Контроль качества очень легко осуществлять на уровне производства. И, главное, международный опыт свидетельствует о высокой эффективности. Возникает вопрос, а если у меня аллергия на йод, как быть тогда? Ну, тогда нужно вначале узнать, что аллергии на йод не бывает. Есть явление едизма, явление непереносимости фармакологических, больших, миллиграммовых и громовых доз доз йод. Это не аллергия на йод в том количестве физиологическом, которое есть. Возникает вопрос, а может ли возникнуть ситуация, когда нужно будет питаться без йода вообще? Это крайне редкая ситуация, которая возникает у лиц, пролеченных по поводу рака щитовидной железы, которым удалили опухоль и которые должны получить лечение радиоактивным йодом. Они действительно получают питание с ограничением йодидов. И в таком случае действительно нужно заменить обычную йодированную соль, которая, надеюсь, будет обычной, на не йодированную. Еще раз повторю, что эта ситуация легко решается наличием специальной не йодированной соли. Мы должны перевернуть наши понятия. Не искать на промышленной лавке обязательно йодированную соль, потому что вся вокруг не йодирована. А именно получать спокойно йодированную соль, продукты приготовленные только в редких казуистических случаях, искать не йодированную. Иногда люди возражают, ну вот вы знаете, а вот я вот может быть чего-то не переношу, но этим людям ничего не остается, как жить только в 13 странах мира, которые не приняли закон. Россия, Украина, Сомали, Гаити. А там в Швейцарию, Соединенные Штаты, Италию, Турцию, Болгарию ездить уже нельзя. В этих странах всеобщее йодирование соли, и люди получают соль йодированную. Благодарю за внимание. Итак, коллеги, вот проблема номер один. Легко решаемая, имеющая колоссальный клинический эффект в масштабах целого города, целой страны, да по большому еще до целой планеты, проблема, в решении которой вы можете включиться прямо соль. Одно маленькое решение, и риск заболевания щитовидной железы у вас становится меньше. Одно маленькое решение, и IQ вашего следующего поколения, ваших детей, ваших внуков, становится выше. одно решение, и информирование о проблеме людей, которые вас окружают, друзей, коллег, знакомых, ваших пациентов, детей в школах, людей на производстве, и мы можем изменить ситуацию в масштабах, по крайней мере, своего города. А это, поверьте, тоже очень немало. Более 15 лет я знаю Галина Афанасьевна, и более 15 лет я не перестаю удивляться тому, как крепитно, долго, творчески, красочно, разнообразно оно может рассказывать об этом крохотном маленьком торгоне щитовидной железы. Один из крупнейших специалистов мира по заболеванию щитовидной железы сегодня принял участие в нашем с вами вебинаре, и мы надеемся, что вопросы йодного дефицита теперь, по крайней мере, понятны вам. Если не в пути решения, хотя и в пути решения, это, в общем-то, вполне очевиден, то, по крайней мере, важность этой проблемы и важность вмешательства решения этой проблемы со стороны сестра перейдем дальше.